Итогом пребывания Майя Санду на Международном экономическом форуме в Швейцарии стали не только многочисленные встречи и переговоры, но и просьбы, что свойственно для евроинтеграторов. Помимо помощи в 650 миллионов евро для защиты населения от инфляции, глава государства попросила у союзников ПВО, что многим дало пищу для размышления и обсуждения в социальных сетях. Просьба президента Молдовы вызвала законные вопросы, главный из которых звучал так. Чтобы от кого защищаться, спрашивает в соцсети Татьяна Белова. Куковне ПВО нужно, чтобы сбивать украинские ракеты, ибо другие на нашу территорию не падали, совершенно справедливо отмечает телеграм-канал ВТФ. Телеграм-канал «Молдавский вагон» не сомневается, что средства ПВО Молдова получит, но задумывается цене, которую придется за это заплатить. «Союзники, конечно, дадут, но взамен наверняка что-то потребуют. Возможно, предоставить наши дороги для передвижения боевой техники, а может, попросит участие молдавской армии. Хотя тут беспокоиться не стоит. Она у нас одна из худших в мире, это официально». В этом же посте канал рассматривает и другой аспект происходящего. Это раньше Сандуклянчило в Европе только деньги, теперь еще и систему ПВО, нейтральный статус, говорите. Президент Второй по бедности страны Европы после Украины также отметила, что в этом году, как и в прошлом, республике понадобится скромная финансовая поддержка для стабилизации ситуации в размере 600 миллионов евро. «Как Молдавия собирается получать эту сумму? В подарок или в кредит?» – лидер страны не уточнила. «Дайте мне ракеты и денег на туалетную бумагу», – так прокомментировала в социальной сети новость Елена Кущенко. Очень резкий пост опубликовал Олег Савва в социальной сети. «Майя Санду просит системы ПВО в Давосе. Хоть что-то, но поклянчить и выпросить. Не президент, а профессиональная попрошайка», – пишет он. Не менее острыми были комментарии под этим постом. «Главное, просит она оружие, а не детское питание. Идет по следу северного соседа и выпрашивает. Беду на молдавскую землю», – считает Эльвира Браули. «Хоть клеенки из Бангладеш привези», – цитирует классика Татьяна Белова. «Бумагу для драголин», – поправляет ее Светлана Багич. А вот известный шоумен Дмитрий Буймистру в социальной сети подробно расписал, для чего Молдове может понадобиться западная военная техника. «Нам, республики Молдова, действительно нужны системы ПВО. ЗРК «Патриот» высотой 3 метра отлично подходит для подвязывания виноградной лозы. А немецкие БТРы – так это вообще то, что жизненно необходимо нам, аграрной стране. Мы можем использовать их для обработки полей и доставки сельхозпродукции на базы. Как было бы здорово, чтобы нам прислали еще парочку ракетных эсминцев, чтобы мы могли проплыть по Днестру и увидеть весь масштаб экологической катастрофы из-за постоянного обмеления в связи с перекрытием потока украинскими ГЭСами. А то у нашего министра окружающей среды в окружении нет такой техники», – пишет Дмитрий. «Поэтому из всего, что можно было попросить на экономическом форуме в Давосе, наша президент выбрала именно то, что надо. Спасибо госпожа Санду за то, что думаете о нас и стараетесь сделать жизнь в Молдове лучше», – подводит итог Дмитрий Буймистру.